Друзья, здравствуйте. Тайны семьи Путина, секрет его главного телохранителя, уголовное дело против Пугачёва и покушение на Симоньяна. Об этом мы не только. Сегодня поговорим впервые с интереснейшим гостем, политическим экспертом, кандидатом юридических наук Геннадием Дубовым. Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте. Я уже анонсировал, в общем-то, одну из тем, которые точно интересуют наших зрителей. У нас тут Алла Пугачёва одна из таких личностей, которым всегда наши зрители высказывают свои слова поддержки. И мы внимательно следим за тем, как всё больше и больше не просто грязью уже поливают, но и напрямую угрожают уголовными делами, чуть ли не убийством Пугачёвой не только в интернете, не только пропагандисты, но и даже с трибуны Государственной Думы оккупантов. И вот, значит, после выхода её новой песни, где она назвала российское общество идиотским, и убогим, в общем, теперь против неё требуют возбудить уголовное дело. Интересная тенденция. Ранее режим путинский пытался Пугачёву не трогать, потом её начали поливать грязью, после этого грозить уголовными делами, угрожать её признательно агентом, отжать у неё имущество. А теперь вот чуть ли уже реально не смертью. Мол, смотрите, у российских спецслужб руки длинные, за границей уже не раз доставали предателей. Почему вот этот снежный ком, да, он всё больше нарастает, и почему сама Пугачёва действительно всё более громко начинает критиковать современное российское общество, хотя в начале войны антивоенную позицию она высказывала, ну, так скажем, довольно мягко. Ну, не только она, там, как минимум, ещё есть Макаревич, есть Слепаков и ряд других видных в прошлом для Российской Федерации деятелей шоу-бизнеса. И, в принципе, сфера шоу-бизнеса, она является показательной в плане процессов, которые происходят в Российской Федерации. В ряде других сфер происходит то же самое, просто шоу-бизнес, он на виду, все знают этих людей, и так или иначе события вокруг их персон, они становятся заметными. И в этой связи можно констатировать следующее. Там идёт условная чистка тех, кто не лоялен режиму. Это происходит и в шоу-бизнесе, просто в бизнесе, это происходит в любых иных публичных и непубличных сферах, в том числе путём национализации предприятий, запретов выступлений и прочего, и прочего. То есть логика очень хорошо видна на примере так называемой голой вечеринки, которая уже в пределах полугода состоялась. И заклеймив всех участников либерастами, пропагандистами ЛКБТ-ценностей и непатриотами России, российские власти запрещая, в том числе тем артистам, которые остались на территории России, которые особо сильно негативно не высказывались против режима, они, по сути, были вынуждены присягать дополнительно. Они были вынуждены ездить на оккупированные территории с концертами, с иными выступлениями, и только после этого и в медийном поле, и в принципе в их жизни начинало всё налаживаться. То есть очевидно посылаются сигналы, которые показывают правильную линию поведения, которая будет сопутствовать нормальной жизни на территории России, нормальным гастролям, нормальным заработкам и сохранению имущества. Аналогичная ситуация в бизнесе. Мы видим, как некоторые большие бизнесмены, которые одной ногой стояли в Лондоне, второй ногой в Российской Федерации, они иногда перебазируются в Российскую Федерацию и, по сути, тоже публично солидаризируются с режимом Владимира Путина, соответственно, для того, чтобы сохранить капиталы уже в юрисдикции его. И этот процесс, он такой динамичный, он сегодня, ну, следует сказать, что, вероятно, всё-таки происходит в пользу путинского режима, поскольку чисто количественно мы не видим ситуации, когда многие, ну, или большинство российских артистов переезжают, эмигрируют, которые высказываются громко в пользу Украины или против военной агрессии и так далее. То есть они производят подобного рода чистки. Это происходит и в бизнесе, и в шоу-бизнесе, и в чиновническом аппарате, и в армии, кстати, тоже. И этот процесс, войну, по сути, они использовали для того, чтобы укрепить внутреннюю структуру и поубирать, в том числе, СМИ. Эхо Москвы на сегодня не работает, там, живой гвоздь, который его заменяет, он занимает такую позицию ни нашим, ни вашим в целом, пытаясь под маркой объективности сохранять некие стандарты оппозиционности в своей сфере, но они, я так понимаю, вещают не из Российской Федерации, получив все плашки иноагентов. То есть это, по сути, все в совокупности следствие того, каким образом система российского государства адаптируется в новых условиях после 24 февраля 2022 года. Ну, а все-таки, как думаете, решится ли нынешний путинский режим перейти в какую-то черту и все-таки пойти окончательно войной на ту же Пугачеву, возбудив уголовное дело, дав ей стратус, не знаю, там, в ней же Макаревич, Шевчук, по-моему, если не ошибаюсь, в списках даже экстремистов. Вот увидим ли мы там фамилию Пугачевой, и все-таки величина не та, и пока что эту черту боятся перейти. Ну, вероятно, просто у Пугачевой больше авторитета, она как бы была своей для всех, там, для многих поколений российских элит, и ее будут трогать в последнюю очередь, но я этого бы не исключал, поскольку система, она уже капсулируется полностью, она не допускает никаких оппозиционных высказываний, тем более со стороны публичного лица. То есть вот Макаревич получил плашку и на агента, Макаревич, я так понимаю, проживает на сегодня в Израиле, он может съездить с гастролями только в Западную Европу и США, насколько я помню, видел вроде информацию про то, что и в Казахстане даже запрещаются концерты и не сопутствуются выступлениям «Машины времени», ну и так далее. То есть на этих примерах можем проследить, как даже большая известность и авторитет, и популярность среди населения Российской Федерации ничего не значит. Ничего не значит в плане принятия решений. Иногда этот бан такой теневой, когда просто не дают концертные площадки, когда отказывают предоставлять залы в аренду, а иногда это происходит в том числе принятием неких юридических решений. Здесь просто предсказать, я думаю, точно невозможно, но в целом тенденция такова, что, вероятно, и решения юридического плана будут приняты. Макаревич сегодня вспоминали несколько раз, о нем высказался муж, как она сама себя называет, оппозиционера Ксении Собчак. Режиссер Богомолов, который недавно получил собственное владение, ну, условно, был назначен руководителем одного из главных московских театров, театра Виктюка. Он, значит, вспомнил на Международном экономическом форуме, ну, действительно, о чем же еще там говорить, как о ней Макаревича, значит, вспомнил тех артистов, которые уехали из России и говорит, у меня вот, например, Макаревич ничего, кроме брезгливости, не вызывает. Это вообще, значит, вот те, кто уехал, они предатели, ну, и все вот эти вот лекала, в общем, современной пропаганды российской. Просто любопытно, что это говорит муж той же Собчак, да, она тоже вот недавно вроде с одной стороны вернулась с красной дорожки Каннского фестиваля и сразу начала критиковать Европу за то, что та там как-то усложняет въезд россиянам, потом радовалась за то, что Зимбабве у России теперь, наконец-то, безвизовый режим. Вот удивляет, как эти люди до сих пор внутри России, да, пытаются усидеть на этих двух стульях, почему кому-то это позволено, а кому-то, как вы говорите на примере, например, тех же участников голой вечеринки, нет. Ну, дело в том, что равенство в сегодняшнем мире, оно не так, чтобы распространено, и в разных странах это имеет место быть, просто здесь мы с болью воспринимаем ситуацию, и по большому счету, вот в чем логика российских властей? Они исходят из следующего, что всегда пропорции были приблизительно таковы, что процентов 75 населения РФ – это глубинный русский народ, который поддерживает в том числе вот подобного плана имперские идеи, которые сегодня исповедуются Кремлем, а 25 – это условные, там, неопределившиеся или либералы, которые ориентируются на западную повестку ценностную, там, с транспарентностью, свободой и всем то, что мы любим и декларируем. При этом элиты с точки зрения, там, медийной, культурной и иной, финансовой, бизнесовой, у них пропорция была ровно наоборот – 25%. Были интегрированы в режим и поддерживали его, там, типа, помним, там, были у них такие феномены, как православный олигарх, касается господина Малафеева, что само по себе как бы удивительно, но это имело место быть, и этот человек отыграл серьезную негативную роль в событиях 2014 года. То есть 25% наоборот либералов за Запад и за интеграцию туда, а 75% людей, соответственно, исповедовали иные идеи. А здесь сейчас эту пропорцию приводит в соответствие, то есть приводит в соответствие публичную элиту к этому глубинному народу. Насколько этот эксперимент будет успешным? Ну, в любом случае это будет означать, ну, некоторое закручивание гаек, что мы, собственно говоря, и наблюдаем. То есть когда российское общество, оно в элитарной части было условно-прогрессивным, в части массы населения было таким консервативным, сегодня, как бы, вот, отвечая на чаяние народа, якобы, приводит в соответствие одно к другому. И на сегодня следует признать, что, ну, свалило у них, там, миллиона-полтора, по разным оценкам, в момент проведения мобилизации. И часть из этих людей вернулась, но вторая часть, она на сегодня не показывает себя, ну, за исключением артистов, каким-то образом активно, не созывает протестов, там, в Ереване или в Тбилиси, проукраинских или, там, антипутинских, и они не формируют какую-то такую заметную оппозицию режиму. То есть, да, мы видели некие конференции политиков Российской Федерации, которые пытались объединиться и противопоставить что-то путинскому режиму и предложить себя как альтернативу в случае свержения этого режима, но какого-то заметного результата мы тоже здесь не наблюдаем. Поэтому на сегодня, как бы, там, ну, 3-1, наверное, Путин побеждает в этом противостоянии и укрепляет свою власть с точки зрения формирования просто вот нарратива и повестки общей ценностной базы для своих управленцев, элиты, и формирует таким образом себе, ну, некую стену, уже такую незримую, не военную, не, там, купол противовоздушной обороны, а купол сочувствующих и людей, которые разделяют его ценности и идеи и готовы идти с ним до конца. Ну, все-таки феномен Ксении Собчак, он существует, потому что действительно то, что вроде как она себе позволяла, находясь на территории России, там, да, тот уровень критики, он был небольшой, но все-таки был, некоторых сажали и заменьше, вот, однако последнее время мы видим, особенно после того, как членов ее, там, команды, в общем, отправили в застенки на довольно большие сроки, как-то риторика поменялась, то есть действительно ли, вот, существует тезис, что Путин, там, да, в дань памяти об отце Собчак, вот, он ее, как бы, дал такое руководство не трогать ее, но в какой-то момент, когда общество уже настолько поменялось, что теперь нельзя быть, там, не то что оппозиционным, да, да даже лояльным, то сейчас даже ей уже говорят, что смотри, мол, Ксения, в следующей за решеткой можешь оказаться ты. Ну, ей говорили это всегда на самом деле, просто и обыски у нее дома проводили еще до полномасштабного вторжения, и там какие-то страшные деньги изымали на какое-то время, однако это ни к чему не приводило, просто так кандидатом в президенты Российской Федерации не регистрируют, мы должны это понимать, она выполняет роль такого спойлера-пейсмейкера для самого Владимира Путина, при этом обладая, очевидно, иммунитетами, поскольку действительно, по крайней мере, те, кто исследует вопросы Кремля и устройства российской власти, они всегда говорили о том, что он, соответственно, дает возможность старым людям за заслуги каким-то образом чувствовать себя в безопасности и иметь несколько отдельный от всех других статус, то есть он уважает Собчака, судя по всему, соответственно, Ксения является его крестницей, но представить себе, что ее арестуют или представить себе, что она будет выводить на площади там статтысячный митинг в Москве мы не можем, поэтому тут некие гармоничные отношения, которые иногда показушно вызывают противоречия, но как всю дорогу в РФ существовало эхо Москвы, где выступал и Алексей Навальный, выступали иные политики оппозиционные, он содержался, этот эхо Москвы, Газпромом и при этом позволял себе такое, что мы вроде как бы в авторитарном режиме не должны были видеть. Но всегда нужен вот такой вот свисток, в который можно спускать пар, вероятно, что нельзя исключать, Ксения Собчак выполняет примерно такую роль. Друзья, кто за время полномасштабного вторжения из артистов на вас произвел наибольшее впечатление, либо вдохновил вас, либо наоборот, в кому вы были разочарованы эти имена, можете оставлять в комментариях. В целом, как вы видите, сегодня у нас много тем, на которых у вас явно есть свое мнение. Будет любопытно его почитать, когда будете писать. Обратите внимание, там есть кнопочка, она изображает палец вверх. На него несложно нажать. Сделайте это для того, чтобы большее количество людей увидело на сегодняшний разговор. Я даже не говорю вам, чтобы вы сделали это во имя каких-то высоких глобальных ценностей. Сделайте это просто ради меня, но мне будет приятно, соответственно, у меня будет вдохновение. Каждый день, 365 дней в году вот встречаться с вами на YouTube-каналах Дмитрий Гордон, хорошие новости из России. Все-таки помер, все-таки помер. Пока что не Путин, но помер оккупационный мэр Купенска, которого расстреляли недалеко от его дома. Как рассказали в главном управлении разведки, человек пошел добровольно на сотрудничество с оккупантами. В итоге был вынужден уехать из Украины. И несмотря на хорошую, цитирую, охрану ФСБ, конец цитаты, его это не спасло. Очень напоминает историю с Ильей Кивой, который после своего такого буремного шляху, то есть человек от участника антитеррористической операции, участника боевых действий до оппозиционного политика, а после этого до коллаборанта и предателя, который убежал в Россию. Он ведь тоже окончил свою жизнь мордой в снегу с тремя несколькими пулями в теле, в общем-то, от киллера, которого так до сих пор и не нашли. Видим динамику такую, да, и очень последовательную работу либо украинских сил обороны, либо дружественных к ним сил. Мы не знаем на 100%. Но приятно, что такие вот опыты, такие примеры, они становятся причиной для волнения у пока еще живых пособников-оккупантов. Очень заинтересовала и испугала эта смерть Маргариту Симоньян. Она говорит, вот, теперь я понимаю, зачем СБУ мне прислала вызов в главное управление СБУ в Киеве. Да, действительно, СБУ так патроллила Симоньян, отправила ей такой корешок, где говорится о том, что на нее заведено уголовное дело об оправдании геноцида, насколько я понимаю, о чем мы об этом раньше писали. И вот она говорит, все, теперь меня уже обвинили в геноциде, теперь мне уже официально выдвинули обвинение, значит, скоро будет и на меня покушение. Это все малоправдание, чтобы оправдаться перед, цитирую, западными кураторами украинских спецслужб. Симоньян же говорила, что возле ее дома даже падали украинские бестоводники. Об этой динамике смертей предателей на территории России, что важно, а не только на оккупированной территории Украины, и о том, какой это пример подает вот таким российским посипакам, да, как Маргарита Симоньяновна. Ну, если связывать все эти события, то, очевидно, коллаборанты и иные люди, совершившие преступления, предав Украину, они будут опасаться за свою жизнь и понимать, что, вероятно, это для жизни и для здоровья вредно. Однако, наши спецслужбы, следует, как юрист, не могу не сказать, не признают свое участие в этой ситуации и мы разделяем такую точку зрения, поскольку, ну, причинение смерти человеку в таких обстоятельствах является действием, которое не отвечает законодательству Украины. А мы, как правовое государство, безусловно, как государство такие действия совершать не можем. Есть, наверное, какие-то силы партизанские на территории оккупированной, на территории самой Российской Федерации, которые подобного рода занимаются, безусловно, по своей собственной инициативе и, ну, нарратив политический и так или иначе создается. Мы согласны с этим. Что касается Симоньян, то она, безусловно, как бы, вероятно, это заявление сделала просто из страха, да, для того, чтобы ей усилили госохрану, но само по себе уведомление о подозрении СБУ, безусловно, с этим связано не будет, просто в силу того, что над тем, чтобы привлекать или попытаться привлечь пропагандистов к уголовной ответственности, в том числе, используя механизмы Международного уголовного суда, наши правоохранительные органы, я просто сталкивался, знаю и отдельных людей лично, работали на протяжении ну минимум полутора лет. Уже опубликованы там материалы и конференции научных, и труды отдельных людей по этому вопросу, и в принципе, по аналогии с Руандой, по аналогии с Камбоджей, мы будем предпринимать, как государство, уже правовыми средствами, исключительно правовыми средствами, будем предпринимать попытки привлечь к ответственности людей, которые подстрекают геноциду. Вот такая формулировка на сегодня находится в работе правоохранительных органов. Сразу скажу, что задача такая, с тремя звездочками, доказать подобного рода вещи очень тяжело, практики международно-правовой минимальное количество, но идея эта смелая, она на сегодня находится в реализации, и одним из этапов подобного рода реализации является уголовное производство по украинскому законодательству. То есть, сможем ли мы с таким обвинением выйти в рамку Международного уголовного суда или иной институции, которая имеет характер международно-правовой, на сегодня мы не знаем, но эта работа ведется, ведется, повторюсь, давно, и уведомление СБУ, это не столько там черная метка, условно говоря, это использовано было Симоньян просто в ее личных интересах или может просто со страха, это часть планомерной работы, которую ведут украинские правоохранительные органы на протяжении длительного времени. Ну, расслабляться я бы все-таки не рекомендовал российским топ-пропагандистам, потому что шеф переживает за свою жизнь, и я думаю, им тоже стоит. Шеф, конечно же, мы говорим о Путине, как пишет ряд российских медиа, которые позиционируют себя как оппозиционные кремлю, в том числе The Moscow Times, Путин рекордно повысил уровень охраны, значит, нанял дополнительных людей, которые в том числе проверяют пищу, которую он употребляет, значит, в Главном управлении разведки Украины подтвердили, что в последнее время Путин не показывается на публике без бронежилета, и, как пишут те же The Moscow Times, в Кремле готовятся к вероятному новому покушению на военного преступника. Недавно, помню, генерал Буданов говорил, что в первую очередь Путину стоит бояться не западных спецслужб, и, возможно, даже не украинской разведки, а тех, кто находится вокруг него, тех, кому он еще пока что не боится жать руку. И вот, как вы думаете, с чем может быть связан такой, ну, какой-то новый уровень, да, охраны, и действительно ли главная опасность для Путина сейчас исходит из его ближнего окружения? Ну, вероятно, да. Ну, следует сказать, что охрана, она, как бы, усиленном уровне у него существовала всегда, начиная там от ситуации с чеченскими сепаратистами еще на заре его правления, заканчивая, безусловно, ситуацией, когда его страна развязала войну, и, собственно говоря, в войне находятся. Ну, первые лица всегда серьезно охраняются. Куча фильмов есть и про российского президента, и про американского, про их самолеты, про их бронированные автомобили, про охрану в три слоя. И в этом смысле усиление, оно будет, знаете, означать не в разы, а на проценты. То есть некий протокол с большими мерами предосторожности. И мы видели, на самом деле, на протяжении годов войны и до этого, что даже публика, с которой якобы встречается господин Путин, она, как правило, постановочная. То есть там, как минимум, часть людей повторяется, что позволяет сделать вывод о том, что работают кадровые люди, которые изображают из себя обывателей или там работников заводов, военных, ну, и в зависимости от того, с кем человек встречается. Поэтому мы можем только констатировать, наверное, что действительно большие опасения у них всегда вызывали внутренние расприи и марш Пригожина в 23-м году тому свидетельство. Поскольку достаточно тяжело пробиться через всю эту охрану и, в принципе, традиционно авторитарные режимы, они чаще являются жертвами внутренних борцовых переворотов, нежели внешнего разрушения государства. Поскольку в то же время наши западные партнеры, к примеру, очень так нервно отнеслись к маршу Пригожина, который давал нам надежду на свержение режима и, по сути, в том числе рядом своих заявлений и действий способствовали неудаче этого марша. Это значит, что жизнь Путина и стойкость его режима, кроме всего прочего, если это будет происходить под влиянием внешних факторов, является элементом стратегической стабильности и балансирования с точки зрения ядерных держав, поскольку угроза режиму является одним из оснований в ядерной доктрине для применения ядерного вооружения. То есть наши западные партнеры на это смотрят достаточно серьезно и всегда подчеркивают, что там по Москве бить не разрешаем, что режим валить не хотим, мы хотим справедливого мира, ну и ряд других заявлений. И американцев, прежде всего, они позволяют сделать вывод, что они опасаются такого исхода и опасаются, прежде всего, исходя из интересов своей безопасности и безопасности в ядерной сфере. Продолжение следует...